Пойманная рыба Веток яблони Это чисто для запаха Не бояться можно добавлять свежую листку Она придаст не только дыма, но и запах Все это необходимо, чтобы рыба приобрела золотистый оттенок Была аппетитной и приятной Иногда я делаю просто на зеленой листве Она на костре подсыхает и потом неплохо дымит в течение длительного времени Но когда высохнет, она может даже не вспыхнуть То есть перестает выделять дым свой Поэтому надо периодически менять Поэтому аппетит все-таки получше будет Вот мы это так сделали Теперь мы в дырочку положим Значит, могу открыть один маленький секрет У тех, у которых есть коптильни, как правило, это современные Из пищевого металла коптильни сделаны Это старая коптильня из обычного железа Хотя есть и из пищевого Но мне не интересно Маленький секрет То, что внизу в коптильни необходимо дырочка Дырочки даже у новых коптильни специально Здесь эти дырочки есть Для чего я вот сейчас потом скажу Кладем паруса Жерешка Все это должно у нас уместиться здесь Еще одно Все это мы уложили Закрываем Значит, рекомендую в коптильнике делать внизу отверстия Два-три отверстия Класть даже в новую Как правило, там поддоны И этот поддон должен там на двух электродиках Или любых там двух гвоздях Чтобы была щелочка Для чего такие щелки? Как мы видим, у нас абсолютно свежие опилки И если дырочки будут внизу То работать коптильня начинает буквально сразу То есть не надо долго ждать Вот мы кладем коптильню на огонь И мы видим, сейчас моментально начнет работать То есть дым пошел уже из самой коптильни Хотя опилки еще даже не нагрелись Происходит всасывание дыма, который находится здесь Дыма огня И сразу же в коптильню пошел дым И наша рыба уже пошла коптиться Как мы видим, видите, дым уже здесь Если этих дырочек не будет, то дыма не будет Посмотрим, что будет через определенное время Буквально минут через 20 Это как бы турбо-коптильня Всем рекомендую Не смотрите, что старая, новая Не важно Главное, это качество Рыбы, которую мы коптим Так что подождем немного Итак, как мы видим Наша коптильня работает Прошло около 20 минут Можно посмотреть Что у нас сейчас там происходит Необходимо периодически, кстати, поднимать крышку Для каких целей поднимать и проветривать рыбу Для того, чтобы влага уходила из рыбы Уходит только когда открытая рыба Она подсушивает ее И рыба будет более сухой и не влажной Что очень влажной Сейчас я покажу, чего у нас тут уже получилось за это время Еще рановато Рановато просто рыба очень влажная И кофер не очень большой Вот примерно вот такое вот У нас сейчас уже готово Но это еще совсем не готово Пускай подсушится И влага дойдет Так что главное не поймать рыбу Главное ее сохранить И приготовить очень вкусный деликатес Вот эта копченая рыба Может удивить любого Пускай просушивается И потом мы будем ее еще докоптить в дальнейшем Мы видим Наша рыба приобрела Золотистый оттенок В течение, наверное, получаса докоптили Но этого мало Потому что рыба еще мягковата И вода из нее не вышла Целиком Поэтому мы ее поставим подсушить Подсушенная рыба, копченая Хранится более долго Хотя можно есть уже эту свежую Но она мягковата будет Поэтому мы доведем ее до кондитера Обратно Видно, что она сгибается И видно, что даже видно, что из нее капит вода То есть в ней еще достаточно влаги Но уже более приятный такой вид Копченый Рыба очень нежная получается И копченая Чем хороша эта коптильня? Как видим, у нас практически не осталось огня и углей Хотя сейчас я подложил еще немного дров Для того, чтобы было больше жара Но пока жара нет Вот пошло теперь И сейчас начнет моментально коптить Как я и говорил Из-за того, что дырочки там внутри Смотрите, уже пошел дым отсюда Снизу То есть это коптильное Быстрого реагирования Теперь осталось только дождаться Не забыть потом ее просушить Для того, чтобы не сушить Как я и говорил Сняли крышечку И чтобы шел огонь Она просушивает в течение 5 минут Остатки влаги Итак, прошло минут, наверное, 35-40 Все-таки немного больше Но по одной простой причине Что-либо очень подвлажно Значит, посмотрим, что у нас получилось Запах уже идет Изумительно невозможно передать Какой запах Мы сейчас вот так ее немного подсушим Но рыба готова Ммм, пахнет замечательно Сейчас мы посмотрим, что у нас Мы видим Вот она Ммм, какой запах Так что приятного всем аппетита Немного подсушим еще Просто на открытом Скажем так, огне Вот в таком состоянии Всем приятного аппетита И удачной рыбалки Счастливо